Крымские солдаты и офицеры, которые остались верны присяге украинскому народу, покидают полуостров. Сегодня в Херсонскую область прибыли около ста военнослужащих, а также их семьи. Одновременно из Крыма уходят и внутренние войска. Украинских военных встречали мои коллеги. Украинские военные вместе с семьями эвакуируются на материк через пограничный пропустой пункт возле города Армянск. Сегодня здесь ожидают ракетчиков и моряков из Севастополя. Они движутся по территории Крыма колонной в сопровождении войск Российской Федерации. Первыми на территорию Херсонской области попадает командный состав. Офицеры с родными едут на своих машинах. С собой взяли самое необходимое и ценное. Например, детские поделки и рисунки. В Крыму осталось 16 лет, скажем так, жизни можно и молодой, и семейной, и все. Много чего в Крыму осталось. Ну, каждый из нас делает свой выбор. Кто-то выбрал гасаться. У меня принципиальный взгляд на вещи по отношению к воинской присяге. За ними на автобусе и автомобилях следуют матросы, молодые парни из разных уголков страны. Прибыв на материк, первым делом прикрепляют на капот флаг Украины. Говорят, в течение нескольких недель их неоднократно вербовали служить России. Ну, а сейчас там настраивали правительство, там хорошее, плохое правительство. Какое бы оно ни было, мы давали присягу не правительству, а давали конкретно украинскому народу. Остаться в Крыму и служить оккупантам согласилось менее половины сослуживцев эвакуированных солдат. Большинство, все-таки, военнослужащих моего дивизиона, они остались верны присяге Украине. И сейчас они находятся со мной. Главное, чтобы совещность была у всех чиста. После эвакуации каждому солдату и офицеру нужно вернуться домой по месту прописки и отметиться в своем военкомате. Большинству придется поменять рот войск и специальность. Но это военных не пугает. Говорят, главное, сдержать клятву на верность украинскому народу. В общей сложности сегодня территорию Крыма покинуло 84 моряка. На полуострове осталась небольшая часть личного состава вооруженных сил Украины, а также имущество, транспорт, боевая техника и оружие. Из-за того, что не было наказа на снищение техники, фактически у ворога залишилась техника на больше, чем 20 миллиардов долларов. Это авиация, вынищивание, авиация морская, это вся инфраструктура, это бронетехника, снижение ракетных комплексов, которые теперь будут сбивать наши летаки. Это неприпустимо. Это стратегическая ошибка. Такого не делает никто. Сейчас идут переговоры с правительством России, чтобы технику и вооружение украинских воинских частей все-таки забрать на материк. О том, что это возможно, сегодня сказал президент России Владимир Путин. Украинский военный персонал находится на территории Крыма. Готов к реализации программы по перемещению украинской военной техники и военно-технического имущества на континентальную территорию Украины. Одновременно с армейскими офицерами Крым покидают и внутренние войска. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Херсонская область.